Всем доброе утро. Сегодня 13 января 2024 год. Мы решили с Артёмом вести наши YouTube-каналы наконец-то. У него есть уже свой YouTube-канал. У меня вот тоже новенький совсем. Будем немножко рассказывать вам о нашей жизни в Испании, о том, чем мы занимаемся. Мы с Артёмом спортсменами. Идём на занятия. С утра пораньше, сегодня суббота. У Артёма сегодня тренировка по джиу-джитсу. Кто знает, что это такое. Вообще у нас сегодня холодно, но такая погода интересная. Потому что сегодня, например, практически с утра 0 градусов, а на завтра передают плюс 20. Очень интересно, потому что такие жуткие перепады. Это достаточно, ну, не то чтобы некомфортно, а нормально. Просто кто метеозависим, тому, конечно, не очень хорошо. Потому что сразу отражается. Вот я, например, реагирую тоже на погоду, на пасмурную погоду. Вот, поэтому, ну, достаточно, так оно, сложненько переносится. Но нормально. Вот, что ещё хотела рассказать. Мы с Артёмом сегодня встали рано. Я, например, уже успела сделать свою супер-мега-зарядку утреннюю. А вот, всё поснимала, покажу, кардио сделала. Поставили стирку, позавтракали. Я замариновала свои куриные, не свои куриные, а просто куриные бёдрышки. Вот, сейчас мы идём с Артёмом на тренировку, и потом у нас ещё куча всяких дел. Будем немножечко вам показывать. Вот, вообще погода хорошая, отличная. Просто что перепады и в температуре. Посмотрите, какое красивое небо. Красота. Сейчас мы будем проходить парк Гулливер. Постараюсь вам показать. С моста будет хорошо видно, то бишь, с высоты. А вот он и Гулливер. Посмотрите на него. Вот он, шпага лежит, вы видите? Это шпага. Вот его рука. Конечно, было бы лучше его снимать вот с того дома, например, с крыши. Потому что было бы видно. Но так видно, что вот нога, одна нога, вторая нога. Это всё сделано в виде горок. Тут можно съезжать. Вот так вот. Посмотрите, какое небо сегодня. Боже, какая красота. Класс. Так, где ушёл мой Артём? Вон он. А, я пошла. Вот. А ещё сегодня по городу у нас куча полицейских стоит. Посмотрите. Скорее всего, завтра будут проводить какой-то марафон по бегу. Так как Валенсия – это вообще такой город... Марафонов. Марафонов, да. То есть, очень крупные и большие марафоны проводят именно здесь. И очень часто вот сегодня это они всё готовят сегодня субботом, а завтра, скорее всего, перекроют нафиг весь город. И вот только ходить пешком остаётся. Они уже поперекрывали половину? Да. То есть, не везде можно проехать. Да, о чём? Что? Ну, а здесь сейчас идут беседы. Да, а почему? Говорит, в декабре делают все, проводят марафоны. Не правда, нет. Весь год проводят. Когда им захочется, тогда и проводят. Вот. Очень красиво сегодня мне вообще. Просто красота. 10 часов утра. И вот. Я вообще рассказывала перед этим одну историю по поводу джиу-джицу Артёма. Как он ходил. Потом мы перестали ходить по ку-причине. Но потом смотрю, я не записала это всё. Я поговорила сама с собой, то бишь с телефоном. Кошмар. Сейчас перезапишу. А вот мы пришли на занятия с Артёмом. Это наш замечательный профессор. Его зовут Сальвадор. Вот. Очень хороший мужчина. Его грамоты. Ну, а заходить детей снимать я не буду, так как этого делать нельзя. Вот. А просто вам покажу. Вот. Сама я пойду сейчас. Наверное, я саду в кафешку, поработаю. Взяла с собой свои два телефона. Вот. Опа! Артис Марсиалис. Боевые искусства. Вот так вот. Ну, я пойду. Всем адьёс. А перед этим я вам записывала видео о том, что когда всему было 4 года, я повела его здесь на занятия юджитсу. Это определённый такой, не знаю, японский, по-моему, вид боевых искусств. Не буду рассказывать так, как я, честно, не знаю. Но по отзывам очень многие мне говорили, что именно этот вид искусства очень хорош как для самозащиты, так как там в основном применяется метод именно обезвредить противника определенными зажимами, ключами и всей такой интересной техникой. То есть больше направлено не на драться, тупо драться, да, а именно правильно обезвредить нападающего на тебя человека. Вот это вот мне очень понравилось. То есть, допустим, это не бокс, не кикбоксинг, да, где перчатками тебе рожу набьют, и вы, красавец, да. Ну, то есть тут как бы, ну, это то, что мне рассказали, и судя по тому, что я вижу, в принципе, мне нравится. Вот. Ну, к чему я это веду? К тому, что мне нужно было ехать в Украину, нужно было забирать маму. Мама у меня инвалид, лежачая. У неё рассеянный склероз. Это я вам расскажу в отдельной истории. И, естественно, я поехала туда, когда приехала, то есть моя жизнь полностью поменялась, потому что мне нужно было успевать ухаживать за ней, уделять ей время хоть как-нибудь. Плюс себе, плюс работа, тренировки, мои соревнования, мои девочки-клиентки, сын. Ну, честно, естественно, много что рухнуло. Вот. И я перестала его водить на боевое искусство. Не ходили мы, наверное, чуть больше года. Скажу вам честно, очень меня гложил этот вопрос всё это время, потому что я понимаю, что ребёнок должен заниматься спортом. Он, конечно, очень много занимается спортом. Он в школе отдельно от школьных физических всех занятий. Он у меня записан на очень многие... Они называются экстраэскулярист. То есть это экстра занятие, как продлёнка, да? И в основном всё это связано со спортом. Но всё равно это как бы просто времяпровождение, да? Он там на час дольше остаётся. Но это не то, да? То есть одно дело просто времяпровождение, а другое дело, когда человек хорошо, можно так сказать, профессионально, да, занимается какой-то сферой деятельности. И, наконец-то, мы возобновили наше занятие. Я, честно говоря, очень рада. Чувствую себя нормальной матерью. Мне, конечно, это стоило многого, потому что он не хотел. Конечно, после такого перерыва он был уверен, что он уже ничего не помнит, что там всё новое. И, конечно, идти не хотел, но говорила. Ой, покажу вам сейчас всякие вкусные булочки, кроссаны, сладости. Моя слабость. Ну, я пойду попью только кофе. Значит, что я вам могу сказать? Это не подготовка к марафону бегательному. Это что-то связано с полицией. Вон там много всякой полиции. Я не знаю, развешат мне там сейчас снимать или нет. Мы, конечно, пойдём как две любопытные морды с Артёмом поглазеть. Ну, любопытная я, конечно. Артёму-то всё равно. А я вообще хочу посмотреть. Очень много полицейских, но я сейчас спрошу. Боже, так всё красиво. Сейчас покажу. Сейчас мы у кого-то спросим, что это такое. Потому что я не знаю. Боже, где делся мой Артём? « Buréntка». Боже. 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 все я узнала что это такое спросила у полицейского он сказал что это годовщина полиции националь сколько-то там 200 лет или там не знаю сколько-то там и естественно все всю эту красоту делают где возле моего дома у меня вообще замечательный район на самом деле все рядом все близенько ой ой наверное сейчас быть представление с лошадками артемий пойдем там лошадки вот точно лошадки вон она выходит красавица ладно сейчас переверну камеру и 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 вот она лошадушка вот она красавица вот они красотки меня нагнали уже чуть не укололи меня вот этой штуковины мы что-то любопытный мордой это сходил туалет артём да лошадушки красавицы не знаю что будут с ними делать то мы уже ждать не будем ну скорее всего будут шагать красиво вот мы с артёмом пошли домой рычащая мама по-испански да la mama грунёна 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 вот она грунёна я грунёна хорошо не снимаю тебя значит я говорю сейчас да разогреем вами завтрак на минуточку 12 часов дня у мамы завтрак у нее с утра аппетита особо нет поэтому завтрак это нам 13 вот а сегодня я только что замариновала курочку у меня там кстати рецепт есть фитт из курочка называется обычные куриные бедра с кучей всяких приправок с овощами сделаю с картошечкой в духовке и вот так вот на выходных иногда делают такое блюдо интересное а да это мои программы с питанием мои мои которые выполняю я то есть не для клиентов о моем я очень люблю когда у меня все расписано все распрограммировано вот когда я подхожу вижу что у меня здесь такое то количество того то такое то количество того то я себе готовлю ничего не забываю список витаминов список всех добавок ну в общем как то так а это мое искусство петриковская роспись я рисовала когда-то да мама кричит в украине остались табуретки да прямо табуретки я расписывала очень красивый короче сделала себе чай смотрите какая классная чашка подарила мне одна подружайка чай с лимоном медом и новое слово учим хэнхибре как он называется имбирь да вот меня мама уже знает больше слов чем артем артем русских мама знает больше испанских чем артем русских что ты делаешь артемий о боже это что сандвич с четырех хлебов вы видели такое сэндвич с четырьмя хлебами кусками хлеба и с чем этот сандвич света с нутеллой не сноси я артем шоколадная паста белая такая гадость так я сегодня приехала на тренировку вот у меня сегодня тренировка ног тренировка ног у меня с моим тренером о всякие подружайки тут короче ольга 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 где-то вас а мой на поезд нас утром так я буду заходить так как тут надо телефон чтобы поставить код то я заканчиваю свое видео вот здесь представляется котик телефоном и заходишь вот такой у нас красивый зал и дверь к закрылась автоматически ладно захожу а вот и наш зал сейчас делаю маленький обход зона рёт вот такая нас тут улица диванчики мягкие для перекуса столики все что хотите вот так что пальмы растут настоящие между прочим а вот любимая кроватка артема он тут постоянно валяется он так как сегодня артем остался дома его нету вот так я пошла переодеваться поэтому нас зале зимой холодно потому что вот эта штуковина постоянно открыта матью так вот она еще конечно покажу вам раздевалку которая вообще супер мега классная красивая ступеньки светящийся тут куча зеркал чтобы можно было кривляться так как все девки любят кривляться вот надеюсь от никого нет раздетого нет никого тут опять зеркало тут он тут он вот еще очень красиво вот такие шкафчики душ и вот такая вот красота я пошла переодеваться вот как я вам уже сказала у меня сегодня тренировка с моим тренером с рафаэлем он уже качает свою задницу вот и я оделась обулась ну короче все болтать не буду буду по делу сниму сегодня свою тренировку на тренировка ног пройдем пройдемся по всем мышцам ноги и в принципе все потом приездим немножко кардио как обычно постараюсь вам заснять все упражнения вообще тут классно кучи зеркал умбрумбрумбрумбрум так я пошла мне пора Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok